Комнатный рыцарь 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 Среди торгующих мы увидели наших друзей в мастерскую «Кармартен» и самый первый, самый честный магазин исторических ништяков в России и вообще в мире, иди покупай! Кстати, 5% скидка по фразе «Аффектуй на диване» до сих пор действует. В этом году маневры более разнообразнее. Например, помимо битвы на мосту и доставки чемпиона, были введены новые ништяки, о которых вам расскажет один из организаторов. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Иван. Я организатор больших дружеских маневров весенних 2017 года. Чем сегодняшние маневры отличаются от, допустим, прошлогодних весенних? Есть какие-то инновации? Да, у нас есть инновации. Мы ввели целых два новых вида сходок. Это сходки с захватом флагов и сходки шахматы. И, собственно, вместо тех сходок с сундуками и сходок с прошлым захватом флагов, которые, по мнению некоторых, ну, достаточно большого количества участников, были, ну, такими, достаточно надоевшими. Не очень, да. Тогда вопрос такой. Что по поводу количества народа? Было ли сегодня больше относительно прошлого года? Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Вот. Заявок электронных мы получили больше, чем среднестатистическое число, но незначительно. Там буквально, может быть, ну, на 20-30, может, на 50. Вот. А сколько по факту приехало людей, это станет известно после маневров, когда мы, ну, сведем все базы вместе. И тех, кто приехал с заявками, и тех, кто приехал без заявок. Хорошо. Тогда вопрос такой по поводу инноваций. Как вам кажется, зашли ли они? Будут ли они как-то на осенних маневрах или все-таки в следующий год весенних? Собираетесь ли вы еще что-либо вводить, соответственно, инновационного? Ну, мы прислушаемся к отзывам участников об этих сходках, вот, и о том, какие сходки им больше нравились, эти или прошлые. А также подумаем над тем, что еще интересного можно ввести. Вот. И, собственно, после всех этих размышлений, значит, организаторы соберутся и вместе примут какое-то решение. Вот. А сейчас, ну, опять же, нельзя ничего сказать, потому что отзывов еще пока, ну, лично я никаких не слышал. Вот. Что ж, спасибо вам большое за данное интервью и, собственно, за само это удовольствие быть здесь, вот, на маневрах. Конечно же, данные маневры не обошлись без поистине незнаменитых движа людей. Сергей Витальевич, как вам вообще сегодняшнее мероприятие? Как, собственно, комментировать, руководить этим всем? Ну, я уже третий раз так делаю. Все хорошо, погода хорошая. Люди в основном добрые и мирные. Ну, всем все нравится. Хорошо. А как вы относитесь к инновациям, которые сегодня велись? Вот этот сход на мосту, шахматы и многие другие ништяки, которые вели? Пока что выглядит так, что это нужно. Устанавливать все эти странные конструкции непросто, но, мне кажется, людям интересно. Ну, становится скучновато, маневры традиционные, золотые леса не сдаются, организуют их уже, там, уже скоро 20 лет. И людям, естественно, приедается одно и то же. Нужно новое искать, пробовать. То есть вы считаете то, что необходимо обязательно применять новое, и, возможно, что-то новое будет и следующий сход, для того, чтобы было хоть какое-то развитие именно не только для Адвижа, а именно в плане туризма, который будет для Москвы? Ну, про туризм-то не знаю. Толкинисты и туризм – это дело такое, плохо совместимое. Это люди, которые для себя развлекаются. Ну, им тоже надо делать интересно. Что ж, тогда огромное вам спасибо за интервью. Спасибо вам, комментаторы. И побед вам. Спасибо. Ну, а теперь опросим уже простых участников данных маневров. Что они думают о сегодняшнем мероприятии? Мы берем интервью с товарищем из клуба «Ржавый легион». Представьтесь, пожалуйста. Андрей. Кем вы являетесь в клубе? Завхозом. Отлично. Как нормально в хозяйстве? Ну, есть. Немножко в бардаке, но есть. Все хорошо. Как вам сегодняшнее мероприятие? Ходили ли вы на стальную часть или никто лишь бойцы? Нет, сегодня я не комбатант. Хорошо. А как вам вообще само мероприятие? Кажется ли вам то, что оно начало развиваться, в отличие от предыдущих? Как вы приносили свои нововведения? Ну, я могу сказать, что, в принципе, организация больших маневров всегда была неплохой. Вроде бы больше народу, чем в прошлом году. Это радует. Все. Что бы вы хотели изменить в маневрах? Ну, наверное, больше людей, больше интересных сходок. Сейчас вроде бы были экспериментные сходки, вроде бы людям понравилось. Но эксперименты всегда хорошо. И чем больше нового и интересного, чем больше люди не ходят, там просто тупо стенка на стенку, а что-то как маневрируют, там ландшафт и так далее, это всегда интереснее, чем просто банально ванзалово. Хорошо. Это был, соответственно, завхоз клуба «Ржавый легион», достаточно популярного и эпатажного клуба. Спасибо вам большое за интервью. Хороших вам боев. А мы берем интервью у, наверное, самого дружелюбного человека, который сегодня участвует в сегодняшнем «Махаче». Представься, пожалуйста. Я Андрей, повар, немного известен как пони-рыцарь. Очень приятно, очень лестно, что у меня решили взять интервью. Спасибо. Это еще не все. Просто ты понимаешь, что ты скоро будешь не единственным таким с поняшей на щите. Ты понимаешь, что, возможно, тебе придется даже вступать в отряд? Ну, во-первых, я уже не единственный с поняшей на щите. У капитана московских ржавых на щите «Твайлайт Спаркл», у хомяка из бывшего Грайвсвольда, из которого и я, была когда-то идея «Пинки Пай» на щите. И, собственно, да, я уже предлагал отряд собрать. Отряд дружбы и магии, чтобы искоренять зло и недружелюбие в людях. Ну что ж, хоть это интервью было очень короткое, но все равно огромное тебе спасибо. Вот, желаю тебе всегда быть при дружбе, при магии и дружно и магично лупашить своих врагов. Огромное тебе спасибо. К сожалению, нам с бароном пришлось покинуть данное мероприятие раньше, чем хотелось бы, так как жаркое майское солнце сожгло мне лицо. Обидно, но что поделать. А всех вас я поздравляю с началом сезона. Шейте костюмы, готовьте оружие, составляйте расписание. Пусть этот год для вас будет незабываемым. А с вами были Комнатный Рыцарь и Барон фон Эппл. А вы Мария. Когда ты ищешь себя не в том Когда ты ищешь себя не так То не находишь себя ни в чем На душу падает ураг Наркотик побыть Продолжение следует... Продолжение следует...